У нас идет эпопея со зданием, я буду каждый раз оповещать, какие шаги предприняты. Но в этот раз мы нам показали, какое здание мы можем приобрести. Областной управитель самолично просто довел до этого здания нашу сестру Нелли Ковалеву. Потом Нелли Ковалева позвонила нам, мы вместе поехали посмотрели. Потом еще Мария Базикова нашла здание. Но это все не так просто, как выяснилось. Теперь мы занимаем очередь к державному, государственному правителю, который имеет власть над этими зданиями. И потом будет объявлен аукцион, где мы должны быть, и там будет объявлена цена. И мы это здание, если нам это будет по карману, будем приобретать. Потому что возникла такая актуальность. И сегодня у нас в гостях Олег Григорьевич, это служитель из города Севастополя. Он хотел бы нас немножко смотивировать, потому что у них похожая история произошла в их городе. Поэтому, Олег Григорьевич, пожалуйста, давайте поприветствуем нашего брата. Сегодня у нас интересное служение, насыщенное. Слава Богу. Слава, приветствую тебя. Здравствуйте. Это правда, Оля. То, что вы сказали, правда, что всегда дома, да? У меня две церкви, я хожу в две церкви. Одна в Севастополе, другая в Барнии. Я живу в трех местах, но, к сожалению, в Турции церкви нет. Да, предстоит, предстоит создать. Я вот что хочу сказать вам, дорогие друзья. Ну, я тоже коротко скажу свою историю, чуть-чуть. Чуть-чуть, коротко. Коротко, услышал? Да, я понял все. Я человек военный, отслужил 26 лет в военно-морском флоте. Более того, в военной контрразведке был начальником там большим. Потом уволился, когда страна разделилась. Потом занимался разными бизнесами, не очень удачно. И от безысходности в связи с тем, что нет денег, однажды я услышал призыв через своего партнера по бизнесу, что нужен Бог тебе, без Бога не прорваться. И я пришел в церковь 6 марта 2005 года. Атеист, коммунист, чекист, бизнесмен, с сигаретой во рту и с бутылкой пива в руке. Да, мягко говоря. И это было 6 марта 2005 года в городе Симферополе. И я покаялся в церкви нового поколения. А потом начались удивительные перемены в моей жизни. Через год у меня образовался новый бизнес, очень успешный. И было видно, рука Бога сразу очевидна. Да, я сегодня нашел, случайно наткнулся на ютубе на свое выступление в Москве в феврале этого года на конвенции компании, в которой я работаю. И там больше 2000 человек было, неверующие в основном люди, конечно же. И я смотрел на себя и слушал, как я рассказываю про Иисуса Христа. И что весь мой успех, а я там занимаю ведущее положение в этой компании, весь мой успех состоит только в том, что я верующий. Да. А после моего выступления вышел парень, француз, который с нами работает, и который тоже такой же статус занимает и говорит, вот он верит в Бога, а я не верю в Бога, и тоже деньги зарабатываю. Да, мне было его жалко. А потом мне, я когда его слушал, он вышел во время моего выступления. А потом, когда все закончилось, одна девушка подходит мне и говорит, Олег Игоревич, вы знаете, я многое вижу, когда я верующий, я многое вижу. И когда он начал говорить, что он не верит в Бога, у него лицо почернело, и какой-то чертенок ему сюда прыгнул. Я видела точно. Но это же правда. При людях так говорить. Страшно, просто страшно за этого человека. Просто я боюсь. Так я к чему? Я стал ходить в церковь. Это была церковь посольства Божьего в Севастополе. И я был там такой самый горячий, самый преданный, наверное, и самый часто посещающий церковь человек. Ночные молитвы, все такое. Я искал Бога, потому что мне нужен был прорыв. И наша церковь перемещалась в разные места. То в одном месте, снимаем помещение, то в другом, Севастополь. Это дело такое, непростое. Да, и в разных местах я побывал. Потом я из этой церкви вышел. И оказалось так, что я в интернете начал служение. Свидетельствую в интернете. Группа людей приходит туда каждый четверг, и там люди приходят к Богу. Я рассказываю. В общем, евангелиционный процесс такой, связанный с бизнесом. И вокруг стали образовываться люди, там, где я жил, в Севастополе. Их надо было куда-то пристраивать. Во-вторых, родственников было много, которые покаялись. Им нужно тоже было куда-то. А я, поскольку из церкви вышел из посольства Божьего, потому что там обстоятельства были, что надо было выходить. И надо было что-то делать. Я создал домашнюю группу. И эта домашняя группа у меня в основном из родственников и самых близких людей была дома. А потом, бывший пастор уехал в Бельгию и говорит, возьми церковь. Я говорю, я возьму, только не в посольство Божье. И так образовалась церковь. Я стал там пасторем. Меня там рукоположили, приехали люди. И я стал пасторем. Я понимал, что я все время разъезжаю, что я по командировкам. Мне нужен напарник второй, сапастырь. И такой человек сразу нашелся. Бог так делает. Бог так делает. И вот прошло уже пять лет. Вчера я с ним разговаривал. Он в Севастополе, а я в разных местах. Да, и мы начинали, начинали, сняли в Ростелекоме комнату, потом две. Потом нас выгнали, пошли в другой зальчик. Ходили туда, куда все ходят. Там сняли помещение. И я сидел, смотрел. И меня раздражало, что вот здесь у них там в этом, в Украине или в Ростелекоме уже тряпка висела такая. Типа штора, но тряпка. И это было позорно. И я как бы вот смотрел все время. Потом, когда какой-то праздник или когда ночная молитва, или когда какие-нибудь выборы, или какие-нибудь обстоятельства, нам надо было искать. Мы и на улице проводили собрание. Короче говоря, это было утомительно. И наступил какой-то момент, когда вдруг пришло решение, что нам нужно свое помещение. Но нас было побольше, чем вот сейчас эта группа сидит. Может, примерно так же, чуть побольше. И мы стали молиться о том, чтобы появилось у нас помещение. И его не было, и не было, и не было. Мы перебирали разные варианты. Скитались вот так вот всяко-разно. Наконец, мы купили кусок земли в центре Севастополя. Ну, не в центре, но так в хорошем месте в Севастополе купили земли. И вдруг произошло событие, земля стала дорожать там. И мы продолжали искать и молиться. И вот вы знаете, что я скажу? Когда все, кто ходит в нашу церковь, осознали, что нам нужно свое здание, что нам нужен свой собственный дом, что мы можем там настроить, построить то, что мы хотим, и это будет наше, и мы можем приводить туда, кого хотим, когда хотим быть там с утра до ночи, и нам никто ничего не скажет, мы начали всерьез молиться. И у нас стали появляться разные варианты. Денег не хватало, конечно, но стали, потому что все это не дешево, стали появляться разные варианты. Мы их отвергали один за другим, молились, отвергали, потому что Бог говорил, нет, нет. И уже были такие моменты, ну давай уже покупать, уже сделка, отпадает, все нет. И наконец мы дождались и купили в прошлом году, год назад, помещение брошенное, украинские бизнесмены, которые когда-то купили это здание, там был офис, какие-то провода, все перепутано. Ну, короче, в таком, не в приглядном виде это все помещение, и мы его купили. Мы его купили после того, когда долго молились. Вся церковь была такая заряженная. Каким-то образом это все объединяет, каким-то образом это сплачивает и создает какую-то особую атмосферу в церкви, когда мы говорим об этом. Когда все начинают захачивать по-настоящему. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот когда все это сливается в единое, вдруг появляется какое-то решение. И мы купили это помещение, своими силами начали там ремонт, сделали все так, как нам хотелось, поменяли то, все постепенно. Послушайте, как только это произошло, как только мы вошли в новую церковь, сразу группа стала расти. Сразу. Я не знаю почему, сразу стала расти. В зал вмещается 80 человек. Ну вот так вот, свободно 80. Ну где-то 120-150, может быть, можно засадить туда. Но там подсобные помещения разные такие. Вам понравится, когда у вас будет свое помещение? Вам будет очень приятно. Вы будете приходить и осознавать, что это наше. Понимаете? Наша, не съемная, а наша. Каждый гвоздь, каждый стул, каждая тряпочка в ванной комнате или там в туалете. Все наше. Все наше. Ни брошенное, ни чужое, ни заплеванное, ни такое, на которое можно не обращать внимания. Наше. Можно там проводить, утром прийти и утром уйти. Вы понимаете? И никто не скажет ничего. Я вижу, что наша церковь в Варнии имеет право и должна уже иметь свое помещение, свое здание, свой собственный дом. Кто за то, чтобы иметь такой дом? Для этого, конечно, требуются деньги, конечно, требуются какие-то, значит, ну вы понимаете, что, да? Но я недавно, я читаю сейчас Библию по плану, по чтению, да? Кто-нибудь читает тогда, онлайн Библию, я там читаю. И вчера, по-моему, там было, я не помню, что я читал, уже сейчас не буду говорить, но там был смысл такой, как в Второзаконии, 21-я, по-моему, глава. Когда ты выйдешь на войну, говорит, да, и когда увидишь неприятеля, что его много гораздо больше, чем тебя, когда у него и конница там и все, а ты слабее, то ты не бойся. Ты не бойся. Когда ты поймешь, что ты слабый, а они такие, ты не бойся. Нет ничего такого, чтобы ты не мог бы преодолеть со мной. Подумаешь купить церковь и создать там уют и условия? Это же так просто, зато как классно. А? Это не в сладкарницу ходить. Библию читать. Давайте помолимся. Господь, мы молимся все, сидящие здесь, во имя Иисуса Христа, и просим тебя, дай нам силу для того, чтобы приобрести свою собственную церковь. Наполни нас страстным желанием иметь свой собственный дом в армии. Господь, сделай так, чтобы это произошло, чтобы слава Твоя была явлена всем, чтобы это было как чудо. Спасибо Тебе, что Ты слышишь нас. Слава Тебе. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо.